Президент России Владимир Путин Открыл Крымский мост Сотрудники СБУ ворвались в офис агентства РИА Новости в Киеве Более 60 человек погибли в результате столкновений в секторе газа Самая серьезная ситуация у нас на Горловском направлении, как и в предыдущие дни За минувшие сутки были обстреляны районы четырех населенных пунктов На этот раз украинские фашисты применили артиллерию калибром 122 мм Было выпущено 25 снарядов Это по Гальмовскому и Шахте Гагарина При этом увеличилось количество мин 115 калибром 120 мм и 43 калибром 82 мм Но это по четырем населенным пунктам, что я говорил Также активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов, стрелкового оружия На Донецком направлении украинские экипационные силы обстреляли районы населенных пунктов Докучаевский, Синовата и Спартак Из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия Также мы отмечаем применение артиллерии на Маюпольском направлении Было выпущено порядка десятка снарядов по населенным пунктам Казацкое За прошедшие сутки украинские террористы три раза нарушили режим прекращения огня Обстрелом подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калинова и Пришиб Каратели из 14 и 53 бригад вооруженных сил Украины под командованием военных преступников Жакуна и Грузевича В ходе обстрелов применяли запрещенными минскими соглашениями 120 и 82 мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие Всего по территории республики было выпущено более 60 различных боеприпасов Влифракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии процессу обмена пленами между Украиной и Народными Республиками Донбасса Об этом она заявила после заседания суда, на котором решался вопрос о продлении ее ареста Я не думаю, что являюсь кандидатом на обмен, но в принципе я обратилась к Путину с тем, чтобы в конце концов разблокировать и процесс обмена между Украиной и Россией, и процесс обмена между оккупированными территориями и Украиной По мнению депутата, одним из тех, кто может разблокировать обмен, является глава Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимир Рубан Его, как и Савченко, подозревают в подготовке теракта в украинской столице, а также в покушении на жизнь высших государственных лиц Кроме того, в зале суда Савченко заявил о том, что готова отсидеть в российской тюрьме 22 года в обмен на 60 украинских пленных Что касается меня, я прекрасно понимаю, какая меня ждала судьба в России Если, например, за меня отдадут всех 60 украинских пленных и крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах, то да, я соглашусь с судьбой отсидеть 22 года в России Напомним, что по версии Генпрокуратуры Украины Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения Президент Украины Петр Порошенко часто с пафосом называет себя главнокомандующим Однако, судя по всему, отношения к главе государства со стороны военнослужащих, мягко говоря, нелояльные И они не стесняются демонстрировать это в открытую Во время церемонии награждения международных соревнований Invictus Games Боец украинского националистического полка Азов Олег Толмачев показательно отказался пожать руку президенту На записи с церемонии видно, как он настойчиво игнорирует протянутую руку Порошенко И просто проходит мимо, даже когда глава государства хлопает его по плечу Во вторник утром в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис информационного агентства РИА Новости Украина После этого находившаяся внутри здания журналистка перестала выходить на связь Ранее также стало известно, что в украинской столице сдержали руководителя портала Кирилла Вышинского Кроме того, неизвестный ворвались в офис телеканала Russia Today в Киеве Об этом сообщила главный редактор РТ Маргарита Симоньян «Киев решил отомстить нам за Крымский мост Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы» Написала она своим твиттером Между тем, в службе безопасности Украины происходящее объяснили спецоперации против СМИ, работающих на Москву Как заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гетлянская, СБУ раскрыла сеть средств массовой информации, которые использовались России в рамках гибридной информационной войны против Украины Комментируя сложившуюся ситуацию, Министерство иностранных дел Российской Федерации подчеркнули, что Киев занимается произволом Ведомости также добавили, что попустительское отношение стран Запада к действиям Украины прямо угрожают судьбе общеевропейского пространства В свою очередь, в Кремле назвали возмутительными и неприемлемыми действия СБУ в отношении российских СМИ Позицию администрации президента России на этот отчёт высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жёсткого осуждения по линии соответствующих международных организаций Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жёсткой и бескомпромиссной реакции» Также Песков напомнил, что украинские власти неоднократно были замечены в силовом воздействии на СМИ и подавлении свободы слова В этой связи он не исключил принятие ответных мер, когда будет получена более детальная информация о произошедшем В Херсонской области открылся отдел так называемой патрульной полиции в Крыму и Севастополе Об этом сообщается на странице главного областного управления национальной полиции в Facebook Известно, что силовики будут работать на блокпоста в Геническом, Каланчатском и Чаплинском районах, граничащих с Крымом Кроме того, они возьмут под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом Стоит отметить, что набор в патруль начался ещё в конце апреля Всего планируется создать 60 офицерских должностей По словам главы украинской нацполиции Сергея Князева, работать правоохранителем предстыд прежде всего жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова Комментируя новую инициативу Киева, вице-премьер и министр внутренней политики связи информации Крыма Дмитрий Полонский назвал её профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств При этом он подчеркнул, что законных оснований для создания полиции Крыма на территории Украины нет, так как полуостров является частью другого государства Это очередной фейковый проект украинских властей, который направлен на отвлечение внимания от реальных проблем, которые сегодня стоят перед украинским государством Мы прекрасно понимаем, что никакой крымской полиции, никаких крымских спецподразделений в Украине нет и быть не может Хотя бы по одной простой причине, что Крым не является частью того государства, которое этими глупостями занимается Политик также добавил, что сейчас нет оснований беспокоиться о том, что работа так называемых патрулей как-то повлияет на жизнь крымчан В свою очередь депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что создание подобных структур является хорошим способом реализации коррупционных схем, которые сегодня процветают в Украине Создавая подобные структуры, которые не имеют реальной целесообразности, киевские чиновники осваивают бюджеты Вместе с тем, эксперты считают, что такое решение украинских властей не стало неожиданным Ведь в Киеве давно объявили о существовании так называемой прокуратуры, представительства президента Автономной Республики Крым и еще целого ряда органов власти Однако, вполне очевидно, что режим Порошенко ничем не управляет, а только пытается предпринимать те или иные действия в отношении Крыма Поддерживая таким образом в информационном и юридическом пространстве незалежной идею о том, что полуостров все еще является украинским Во вторник, 15 мая, состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста В церемонии принял участие президент России Владимир Путин За рулем КамАЗа он возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления, дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив Президент оценил качество дорожного покрытия моста и поблагодарил рабочих, строивших его, заявив, что чудо, о котором в России мечтали еще при царе, свершилось Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, 50-е И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось Спасибо вам большое Также Владимир Путин выразил надежду, что вторая и третья части моста через Керченский пролив будут сданы в срок и в должном качестве Говоря о строительстве первой части, он отметил, что все исключительно российские технологии Президент напомнил, что почти 220 предприятий работали с самого начала и до завершения строительства этой линейки Известно, что автомобильное движение запустят утром 16 мая Проезды легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива по две полосы в каждую сторону По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 км в час Напомним, что мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России Его длина составляет 19 км Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года Однако строители завершили работы с опережением графика В Министерстве на страны дел России отреагировали на расширение Евросоюзом санкционного списка в связи с проведением в Крыму президентских выборов Напомним, что под ограничительный мир ЕС попали пять человек, которые, по мнению Брюсселя, занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, таким образом Евросоюз пренебрег принципами демократии Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека в Брюсселе упорно стремятся наказать тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове При этом Мария Захарова выразила мнение, что новый шаг ЕС вызвал недовольством положительными изменениями в жизни крымчан после вхождения полуострова в состав Российской Федерации ЕСовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года Особенно на контрасте с ситуацией в Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС Сулившего им в своё время скорое светлое будущее Также представитель российского МИД добавила, что в Брюсселе, вероятно, понимают неэффективность санкций, но понятие ложной солидарности не позволяет действовать иначе Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутри ЕСовской солидарности Единственный их практический результат – накопление раздражителей, препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан В связи с этим Мария Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги Во вторник, 15 мая, Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах Москвы на санкции США и других стран, поддержавших антироссийскую политику Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия Соединенных Штатов и их союзников Они предусматривают введение различных мер, в том числе запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, некоторых лекарств, запрет или ограничение на экспорт из России редкоземельных металлов, а также приостановку сотрудничества в атомной отрасли, авиа и ракетостроении Во втором чтении проект закона планируется рассмотреть 17 мая Также Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций Документ предусматривает наказание в виде тюремного срока до 4 лет или штрафа до 600 тысяч рублей Кроме того, согласно проекту, для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном Как сообщает пресс-служба Кремля, главной темой беседы стало решение США выйти из иранской ядерной сделки Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из совместного семьянического плана действий по урегулированию иранской ядерной программы Подтверждена приверженность России и Франции в выполнении этой договоренности, говорится в сообщении Кремля Также Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Париже 12 мая Помимо этого, политики обсудили ход подготовки визита президента Франции в Россию 24-25 мая и его участие в Петербургском международном экономическом форуме В этой связи был определен круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров В понедельник в секторе Газа активизировали столкновения на волне возмущения переносом американского посольства из Талявива в Иерусалим В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участникам протестов Пример страны Бениамин Нетаньяху назвал эти действия самозащитой По последним данным, при столкновении демонстрантов с израильскими военными погибли более 60 палестинцев, еще более 2000 человек получили ранения Действие израильских властей по отношению к протестующим осудило Министерство иностранных дел Ирана, призвав провести в связи с этим расследование в Международном уголовном суде Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касими назвал события в Газе безжалостным убийством десятков палестинцев и беспрецедентной жесткой расправой, отметив, что демонстрации носили мирный характер Также стало известно, что Турция отзывает для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действием Израиля в секторе Газа Об этом заявил президент республики Раджеп Таип Эрдоган Помимо этого, Анкара созывает чрезвычайный саммит организации исламского сотрудничества и предлагает созвать экстренное заседание совбеза ООН Турецкий лидер назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам – геноцидом В свою очередь, заместитель министра института Великобритании Алистер Берт заявил о том, что Соединенные Королевства не откажутся от поддержки права Израиля на защиту границ Мы заявляли, что Британия поддерживает право палестинцев на протест, но такие протесты должны быть мирными Прискорбно, что экстремистские элементы, возможно, пытались использовать эти протесты в собственных целях Мы не откажемся от поддержки права Израиля на защиту границ Однако вызывает обеспокоенность масштаб обстрелов Мы просим Израиль проявить сдержанность Напомним, что президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении очередной встречи на высоком уровне, намеченной на 16 мая Об этом сообщило Южнокорейское министерство по делам национального объединения Предполагается, что во время встречи стороны обсудят договоренности, достигнутые в ходе межкорейского саммита в апреле Тем временем Пхеньян уже приступил к исполнению обещаний, которые дал в рамках программы ядерного разоружения Американские специалисты отмечают, что Северная Корея начала снос сооружений на территории ядерного полигона Пхунгири, расположенного на северо-востоке страны Кроме того, стало известно, что Китай готов оказать КНДР финансовую поддержку на пути денуклеаризации Общественная акция «День донора крови» состоялась в Центре медико-первичной помощи ОЦКБ 15 мая Помимо гражданского населения, данную акцию поддержали и военные В наше время, когда война еще не окончена и провокации украинской стороны на линии разграничения продолжаются, донорская кровь может спасти жизнь многих граждан республики Это уже не первая акция, которая на сегодняшний день, это уже, наверное, третья Очень приятно, что людей у нас приходит с каждым таким днем все больше и больше То есть много желающих поделиться своей кровью, кому-то помочь Это приходят не только пациенты, как вы видите, здесь и военные ребята у нас приходят, здесь и сотрудники сдают кровь Очень приятно, что есть неравнодушные люди, поэтому ДНР может гордиться, что у нас есть такие люди На сей раз количество желающих сдать кровь на нужды населения республики возросло по сравнению с предыдущими подобными акциями Когда первый раз мы проводили эту акцию, мы заказали всего 50 наборов Нам этого не хватило, и мы вызывали машину, чтобы нам довозили еще То есть желающих было действительно очень много На сегодняшний день уже более 50 человек зарегистрировано, и мы ожидаем еще, конечно, приходящих людей Сергей Михайлов, Влад Лем, Новороссия ТВ В Донецком городском молодежном центре 15 мая состоялся ежегодный отчетный концерт В нем приняли участие творческие коллективы, которые находятся на балансе центра Это танцевальные, вокальные и театральные студии, которые продемонстрировали свое мастерство на паркете А также коллективы декоративно-прикладного искусства, фотостудии и моделисты, чьи работы были представлены на выставке в холле культурного учреждения Основная цель мы хотим показать людям, чего мы достигли именно за этот год Чего наши коллективы добились в нашей республике Мы не случайно его назвали Республика Талантов Потому что у нас в коллективах занимаются ребята из разных городов Донецкой Народной Республики Это и Донецк, и Макеевка, и Ясиноватый, и Шахтерск Мы считаем, что это действительно республика талантов Донецкая Народная Республика талантливая Ребята принимают очень активное участие в международных соревнованиях Они приезжают из России с золотыми медалями, с грамотами, присвоением первых мест, с кубками То есть они становятся и чемпионами России в определенных видах искусства И все это молодежь, которая занимается у нас в Донецком городском молодежном центре Мы мероприятие приурочили Дню Донецкой Народной Республики Мы гордимся нашей республикой тем, что уже 4 года мы ее славим И мы с гордостью на всех мероприятиях представляем Донецкую Народную Республику Донецкую Народную Республику Алина Чернеева, Владислав Лем, Новороссия ТВ 16 мая в Луганске будет облачно Днем и вечером ожидается дождь с грозой Плюс 26 днем, ночью плюс 15 С севера Донецки с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками Во второй половине дня возможен дождь с грозой Плюс 15 ночью, днем плюс 24 В Волчевске также ожидается пасмурная погода и дождь с грозой Плюс 25 днем, ночью плюс 14 В Мариуполе ясно и без осадков Днем плюс 24, ночью плюс 14 В Славянске пасмурно Осадков синоптики не прогнозируют Ночью плюс 14, днем плюс 25 В Краматорске весь день будет облачным Однако осадков также не ожидается Плюс 26 днем, ночью плюс 13 В Янакиево на протяжении всего дня погода будет пасмурной Вечером, возможно, пройдет дождь с грозой Ночью плюс 12 днем, плюс 25 В Горловке небо будет скрыто за облаками Ночь и утро пройдут без осадков Днем возможен дождь с грозой Плюс 25 днем, ночью плюс 13 В этот день в Макеевке погода будет пасмурной Без осадков Температура ночью плюс 14, днем плюс 26 В столице Донецкой Народной Республики С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками Без осадков Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла Ночью столбик термометра опустится до плюс 14 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова